Царь Горох Его дворец. Первое, что мы видим, это распахнутое окно. Первое, что мы слышим, доносящийся из окна оглушительный хохот. От этого хохота сотрясается весь дворец, и кажется, это он хохочет, широко разинув своё окно. Мы хотим пройти мимо, но тут в окне появляется голова царя, сопровождаемая головами министров. — Эй, ты! — кричит царь Горох. — Куда ведёшь своего осла? — Это не осёл, — говорю я и выставляю бычка наперёд, чтобы царь его получше увидел. — Ты молчи! Я у него, а не у тебя, — спрашиваю. Он хочет сказать, что спрашивает у моего бычка, а осёл, дескать, я. Это он так шутит. — Так, говоришь, не осёл? Головы министров покатываются с осмеху и дружно скатываются с окна. Остаётся только весёлая голова царя Гороха. — Ох, ты меня совсем уморил. Ничего не скажешь, весёлый парень. Значит, как ты говоришь, не осёл? Вот это отмочил. Ты погоди, я сейчас к себе выйду. Царь исчез в окне и тут же появился на ступеньках. — Так, говоришь, не осёл? — Это ничего, остроумно. Царь присаживается на ступеньку и снимает с головы корону, обнаружив при этом великолепную прямо-таки царскую лысину. — Жарко нынче в короне, — объясняет он свои действия. И вообще без головного убора это как-то здоровее для организма. Как ты находишь? — Я не знаю. — Не знаешь? — Это ничего, остроумно. Я вижу, с тобой не соскучишься. — А это у тебя кто? Царь хитро подбегнул. — Не осёл? — Да нет, это бычок. — Не жареный? — Нет. — Терпеть не могу бычков в сыром виде. Он не сырой. Он живой. Царь гладит бычка по спине, треплет его за уши. Это он для себя живой, а для нас просто сырой. — Разговор принимает такой оборот, что я чувствую, надо скорее убираться. Но царь и не собирается нас отпускать. Он только ещё вошёл во вкус разговора. — Значит, ты так, из сказки в сказку, вроде бы путешествуешь? — Ну, это ничего. У меня полцарства ходят по миру. Перекати горошки. — А вот и интересно знать, что ты скажешь о соловье-разбойнике? — Непонятно. Почему он вспомнил о соловье? — Наверное, потому, что тот тоже летает из сказки в сказку. — О соловье я много могу сказать. Это такая птица. — Отлично сказано. — Ну, вот и расскажи. Ты расскажи, а я послушаю. Что за птица соловей-разбойник? — А почему вы говорите, что он разбойник? Разве он что-нибудь натворил? — Ха-ха! Ну и шутник! Ну и весельчак! Значит, ты не знаешь, разбойник он или нет? Царь внезапно оборвал смех и сказал совершенно серьезно. Лисичка-сестричка съела братца-кролика. Братец-волк съел лисичку-сестричку. В такой обстановке нельзя забывать о соловье-разбойнике. Нельзя закрывать на него глаза. А? Вот смеху-то! Он опять смеялся, но я не мог забыть его серьезного выражения. Я не закрываю. Я, честное слово, не закрываю. Ну так как же! Разбойник он или не разбойник? А ты, ба ты, три рубля! Звучит у меня в голове. Я пытаюсь отделаться от этой фразы, но она все звучит и звучит, и, запутавшись, окончательно превращается в нечто совершенно нелепое. А тебя-то, тру-ля-ля! Кого это тебя? Моего бычка? Соловья? Или, быть может, царевну Несмеяну? А ты, ба ты, три рубля! А тебя-то, тру-ля-ля! Вот так. Когда нужно найти слова, никогда их не находишь. Разбойник, говорю я, и чувствую, что это совсем не то. Добавляю, подумать только. Такой соловей и такой разбойник. А на вид маленькая неприметная птичка. Постой, постой! Ты о ком говоришь? Соловей-разбойник не птичка, а великан. Настоящее чудовище! Он помолчал и вдруг, словно что-то вспомнил. А эта птичка соловей, значит, она тоже разбойник? Какой же она разбойник? Хотел я сказать, но посмотрел на него и опять растерял все слова. Я смотрю на царя Горуха, и мне хочется закрыть глаза, но я вспоминаю, что их нельзя, нельзя закрывать. И опять получается тру-ля-ля. Разбойник, говорю я, разбойник. Разбойник? Ну ты молодец! Балагур! Рубаха-парень! Эй! Крикнул он, надевая свою корону. Разыскать соловья! И продолжал, обращаясь ко мне. Ты говоришь, не осел? О, это ничего, остроумно! Я стал собираться, но он меня опять удержал. Ты веселый парень, и я тебя за это люблю. И этих горошков я не люблю, потому что они все какие-то невеселые. Что же придумали? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А кто будет первым, я тебя спрашиваю? Я-то сам, конечно, стараюсь. И я, и мои министры. Эй! Крикнул царь, и министры появились в окне весело гагача. О, видишь? Делаем все, что можем. Царь горох сел поплотней и снял с головы корону. А ты сам-то откуда? Из сказки про белого бычка. Ну и как там? Что слышно? Какие новости? Рассказать вам сказку про белого бычка? О, да! Выкладывай! Вы говорите, выкладывай, я говорю, выкладывай. Рассказать вам сказку про белого бычка? Хм, ничего! Остроумно придумано! Вы говорите, придумано, я говорю, придумано. Рассказать вам сказку про белого бычка. Тут к царю подбежали министры. Ваше величество! Несменно смеется! Ну вот, опять мой прутик подействовал. «Смеется!» спросил царь, снимая улыбку с лица и заменяя ее серьезным выражением. «И как же она смеется от души!» «Сейчас уточним, ваше величество!» «Уточнить!» И повернулся ко мне с прежней улыбкой. «Так про какого это тут бычка?» «Говорю!» «Про этого?» «Черного!» «Вы говорите черного!» «Я говорю черного!» «Так, говоришь, он черный!» Перебил меня царь Горох. «Тут-то я смотрю! Темная личность!» «Вы говорите темная личность!» «Я говорю темная личность!» «Значит, темная!» «Ах, он разбойник!» «Вы говорите разбойник!» Я говорю, разбойник, что ж ты раньше молчал? Царь встал со ступеньки и надел корону на голову. Эй, взять этого бычка, этого разбойника! Из дворца выкатились шуты гороховые, подхватили бычка и укатились прочь. Ой, постой, постойте, куда же вы? Это же мой бычок. Ты говоришь, мой бычок, я говорю, мой бычок. Но он мой! Ты говоришь, мой, я говорю, мой! Действительно, ловко придумано. И чё ты машешь своим прутом? Тут ведь тебе не ста, да? Он засмеялся сердечно и весело, но в этом смехе я вдруг услышал слова. Лисичка-сестричка съела братца-кролика. Братец-волк съел лисичку-сестричку. Я повернулся и побрёл из дворца. Если как следует захотеть. Я бреду, и дорога бредёт у меня под ногами. Я оттуда, она назад. Мы бредём в разные стороны. Откуда она? Мне не видно её начало, виден только конец. А в жизни наоборот, хотя и жизнь, тоже дорога. Нет, всё-таки не совсем. Здесь хоть бы можно остановиться, посидеть, оглядеться по сторонам. Зелёное поле, высокая трава. Вот бы сюда моего бычка, вот бы сюда его. Рассказать вам сказку про белого бычка? Вы говорите. Я говорю. Все говорят. А что толку? Если как следует захотеть. Попробуй тут захотеть. И отчего ты машешь своим прутом? Тут ведь тебе не стадо. А! Здорово! Садись, выпей чайку. А ты-баты опять отдыхают, окружив свой так удачно купленный самовар. Спасибо. Не хочется. А мы, как видишь, всё сторожим царевну Несмеяну. Из башни доносится девичий смех. Смеётся, сказал Катигорошек. Смеётся, сказал у Катигорошек. Смеётся, сказал под Катигорошек. За Катигорошек ничего не сказал. Но если она смеётся, зачем же её сторожить? Раз она смеётся, значит, она поступает правильно. Ха! Ну, это, брат, как сказать. Смеяться ведь тоже можно по-разному. А царевна Несмеяна смеётся не от души. Понимаешь? Не в том значении. Катигорошек вздохнул. Вздохнул и под Катигорошек. У Катигорошек уткнулся в чашку и стал усердней дуть на свой чай. А у меня забрали бычка. Я рассказал царю сказку, а он взял и забрал у меня бычка. И тут заговорил «Закатигорошек», тот, который прежде молчал. Он заговорил, но это вовсе меня не обрадовало. «Дубина», — заговорил он, «Растяпа», «Чучело гороховое». Когда человек молчит, никто не знает, что за слова в нём скрываются. А это подчас бывают такие слова. Я бы лично запретил людям молчать. Пускай говорят всё, что думают. Тогда будет точно известно, чего от них ожидать. «Осёл!» — сказал Закатигорошек. «Олух царя небесного!» «Нашёл, кому рассказывать сказки!» «Олух царя небесного!» Субтитры создавал DimaTorzok